всем привет сегодня я вам хочу показать как быстро поднять рельеф с фотографией или с картинки любой скачаны с интернете или нарисованы от руки для этого нам понадобится следующий программ это photoshop и the brush и также арткам арткам будет выступать в роли управляющие настройки управляющих программ для обработки этого барельефа то есть мы с вами будем с двухмерного изображения делать трехмерный барельеф и так на фотошопе у нас есть вот такая вот картинка нарисована от руки карандашом здесь очень много различных черточек и она не симметричная а нам нужно чтобы картинка была симметрична это для последующих программ таких как the brush и арткам которых симметричность нужно и также эта симметричность нам обеспечивает работу в два раза быстрее то есть мы делаем половину потом копируем и в общем я вам все покажу и так вот исходник что значит делу дальше я сделаю более контрастным то есть чтобы были более заметны светлые темные градации рисунка это изображение коррекция уровней и здесь ползунка ползунками настраиваем нашу яркость и устанавливаем нашу контрастность которая нам и так допустим мы настроили контрастность следующий шаг мы рисунок делаем черно-белым коррекция и черно-белое изображение нажимаем наш картинка становится черно-белой значит затем я сделал фон мне не нужен был как я от него избавился то есть здесь вот есть инструмент магнитное лассо и с помощью него то есть тоже очень быстро все обвел все это дело допустим где тут я начинал вот получается такая ну естественно это быстро быстро все обвел получается наша вот такая мордаха вот и затем значит нажимаем rise перед этим нажимаем колокацию shift i и стираем значит вне зоны нашего выделения то есть и получается у нас чисто голова затем мы добавляем новый слой чистый выделяем оба этих слоя и жмем cuttle e и у нас получается голова на бесцветном фоне прозрачном фоне следующее что я сделал это значит с одной стороны я заблюрил как это сделал я просматривал несколько видео как люди пытаются сделать из изображения двухмерного подходящих для программ изображения то есть что это значит нам нужно сделать поверхность монотонный то есть чтобы присутствует примерно один цвет если этого не добиться программе фотошоп то будут присутствовать различные артефакты всякие бугорки прыщики и тому подобное ненужная вещь которую можно избавиться от забравши но там лучше здесь избавиться значит в тех видео я смотрел там мне это не понравилось потому что там делали все изображение пытались заблюрить там различными фильтрами какая-то ерунда по моему и я нашел способ такой очень простой значит здесь это стандартный палец который размазывает значит нам делает матовую поверхность то есть видите что он делает и такими вот несложными действиями меняя размер кисти больше меньше мы делаем поверхность матовой допустим у нас это все дело с одной стороны значит темная сторона темный цвет это будет в любых программах 3d это будет низ светлый цвет это будет вверх то есть допустим ноздри это у нас черный цвет градация черного это будет вообще там отметка нулевая теперь допустим здесь у него было нарисовано более такой серый то есть утоплено нам нужно наоборот чтобы это все как бы выступала что я делал значит кисть выбирал допустим здесь цвет аль жмем рисуем здесь этим цветом и переходим в палец и размазываем допустим таким цветом здесь вот это дело так это очень быстро на самом деле я сделал и затем значит я до перед этим забыл сказать все изображение размер холста я сделал квадратным чтобы выставить нашу картинку по центру в этом и затем значит выделил пол головы по центру вот так и и кадровых удалил то есть это я вам быстро показаны четко по центру вот по этим вот впадинам на носу и губе значит и так вот я все сделал и следующее что то есть просто копируем слой жмем затем затем катал т правой кнопкой мыши и отразить по горизонтали отразилась наша картинка и мы совмещаем с нашим предыдущим слоем по центру она как бы прилипает саму центру выставим жмем enter все голова по центру то есть мы совместили две половинки головы выделяем их и которым е соединяем то есть у нас получился один одна соединенная голова вот она в конце что было что я сделал но у нас проблема в каком плане то есть изображение было смещено у меня вправо и это повлияет на работу в трехмерных программах как выставить значит наше изображение по центру фотошопе как видите я сделал линейки открывается они здесь вот просмотр линейки жмем появляется нас вот эти вот вспомогательные линейки затем достаем вот эти вот направляющие вставляем четко в центр отсюда и отсюда вот у меня четко в центр затем жмем катал т на нашем слое с головой и видите вот здесь вот есть такой крестик это центр нашего изображения и он тоже прилипает к нашему центру наших линейки все мы выставили наше изображение четко по центру голова полностью симметричные так как я по центру по центру ее разделил скопировал отра и отразил и значит здесь это уже окончательный рисунок который я делал пришлось посидеть да ну не долго это все очень быстро на самом деле минут 10 максимум 15 это я так не особо не старался как обычно так голова у нас готова для программы зебраж фотошоп мы закрываем и открываем зебраж ну что ж если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока